Всем привет, привет! Меня зовут Лиза. Привет! И мы сегодня с Лизой будем печь пасхальный кекс печь. Кекс, да, пасхальный, лимонный, он будет кекс, потому что мы все время печем какие-нибудь печеньки или пасхи, и это достаточно уже банально и заезжено, и в этот раз мы решили поделиться таким очень интересным кексом, лимонным. Сейчас мы его сначала потрем. С чаем мачо, вот такой есть чай, порошковый зеленый чай. Если у вас такой нет возможности его приобрести, вы не видели, то можно заменить на такое же количество муки. Итак, поехали? Сначала нам нужно 150 грамм желтков. Мы их уже сделали желтками, отделили от белков. Нам нужны только желтки. А у нас желтки и сливки вливаем. И вот это. Давай. Сколько? Все нужно. 205 грамм сахара мы кладем. Ничего себе, мама. И 10 грамм чая мачо. Ничего себе, мама, у нас будет сладенький. Давай сейчас мы делаем. Гамя, чай сладенький. Нет, это чай мачо. Ну, зачем нам еще артисты добавлять гадость, как красивый? Чтобы он был красивый, зелененький. Потому что мачо, она еще используется для, как краситель кулинарии. Ну, а вообще, это порошковый зеленый чай. Очень полезный. И очень вкусный, мама. Итак, теперь это все нам нужно взбить. Можно я бить? Можно я бить? Можно я бить? У меня лапа. У меня лапа. Если у вас нет чая мачо. Подождите, Лиза. Если у вас нет чая мачо, вы можете заменить столько же грамм муки, 10 грамм муки и добавить. Но тогда муку будете добавлять в следующих этапах, не сейчас. А Лиза взбивает. Я подробно. Добавиться для меня. Дальше нужно муку. Итак, мы взбили тесто. Здесь напоминают желтки, сахар и чай мачо. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно добавить сюда... Лимоном пахнет. Да, лимоном пахнет. Мука. Мука 120 грамм. Сюда нужно. У нас уже объем. Мужа опять? Да. 120 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Мужа я? Добавляем. 5 грамм. А ты сможешь 5 грамм добавить? По пакетикам. Здесь в пакетике 10 грамм добавляем 5. Сейчас мы это все еще раз взобьем. Вот эта штука будет мне добавить. И так дальше что мы делаем? Мы сюда добавили муку. Ну, теперь мы добавляем специи. Специи нужно 3 грамма. Лучше всего будет классное сочетание, если взять бадьян молотый. У нас здесь бадьян и немножко корицы. Можно также добавить, например, имбирь молотый. Это уже будет классно. Сейчас я это все замешаю. Дальше мы добавляем цедру лимона. И дальше нам нужно отжать будет сок. Это мое дело. У нас есть вот такая соковыжималка для цитрусовых. Сейчас мы его разрежем. Есть один лайфхак. Чтобы с лимона сок отжимался лучше, его можно поставить в микроволновку на 15-20 секунд. Сейчас мы это попробуем сделать. У нас хак, моя мама проходит. Ужарит хак. Кышка. Да, просто кышка. Это скорее всего-нибудь соковыжималка. А пежище с соковыжималка. Добавляем еще сюда 120 миллилитров сливок. Мы же я взяла весы, чтобы нам все хорошенечко осмелять. Давай, по чуть-чуть лей. Я скажу, как больше. Ну, не надо, по столько чуть-чуть. Ну, побольше давай. Так, приближаемся. Еще чуть-чуть. Капелька. Все. Я молодец. Так. Все. Мы добавили все, кроме цукатов. У нас еще вот такие цукаты. Откроешь пока? А можно я попробовать? В идеале, конечно, да. Нужно взять сюда цукаты лимона, но лимон у нас не нашлась. Мы взяли папайло. Я думаю, тоже зайдет. Итак, взбиваем вот это и добавляем цукаты. Мы все это смешали. Напомню вам, что у нас здесь. 150 грамм желтков, 200 грамм, 205 грамм сахара, 10 грамм маччи-чая, затем была мука 120 грамм, потом был разрыхлитель 5 грамм, сливки 120 грамм, и лимонный сок с цедрой. И теперь мы добавляем цукаты, перемешиваем все ложечкой, и будем заливать в форму. Выпекаем при температуре 165 градусов, режим вверх-вниз. Помешаешь? По времени смотрите по своей форме, потому что формы могут быть маленькие, может быть одна большая, потом у нас вот силиконовая, недолго достаточно печется, потом расскажу, сколько у нас пеклось после того, как мы это все сделали. А может назовем кекс-сурпризом? Да, кекс-сурпризом будет пасхальный. Ведь, видите, это тоже суроклик. Давай будем вливать в форму. Нужно я. Ну, тяжело ли сдержать? Вот, как течет. Такое достаточно гладкое, эластичное тесто получается. Лимонный сок, хочешь? Да. Еще, в идеале, чтобы продукты хорошо смешивались, они должны быть все одинаковые температуры комнатной. Нужно заранее заранее, поэтому их можно выложить из холодильника, достать яйца, сливки, чтобы они чуть выровнялись, так они будут лучше смешиваться. Итак, все, убираем наш кекс в духовку. И вот он наш чудо-кексик готов, миленький. Попробуем. Разрежем, посмотрим, что там получилось. Вот такой он получился. Такой упругий. Очень насыщенный лимонный вкус. И, конечно, кусочки вон папайи в дне и хрустящая корочка. По-моему, неплохо.